МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Бизнес и банки». И с вами в студии ее ведущие Василий Богданов и Наталья Борщевская. Привет! Добрый день! Сегодня у нас в гостях Олег Юшков, вице-президент Номосбанка. Привет, Олег! Приветствую всех! Сегодня мы поговорим о том, как Номосбанк работает с малым бизнесом. Мы, наверное, не будем затрагивать вопрос о том, что вообще у нас происходит с малым бизнесом, потому что при любых экономических раскладах в любой стране всегда есть люди, которые занимаются предпринимательством, но в последние пару-тройку лет... Вот Наталья улыбается сомнительно. Я тебя не перебиваю все-таки. Значит, все равно эти люди есть, и в последние несколько лет многие банки весьма активно ринулись в работу с малым бизнесом. И вот давайте сегодня поговорим, что ищет в этом сегменте Номосбанк, потому что он никогда особо им не занимался, он был корпоративный. Что находит, какие подходы, что там нужно, и как вообще создать низкозатратно для банка продукт для малого бизнеса, как его продвигать, как находить клиентов, ну, в общем, все такое. А сначала посмотрим небольшую справку о нашем госте. Олег Юшков начал карьеру в банковской сфере с кредитного инспектора по кредитованию малого бизнеса в Сбербанке. Работал в Фонде поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития консультантом, затем региональным координатором по Южному Уралу. Занимал позицию управляющего директора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ-24. В 2010 году назначен директором департамента по работе с малым бизнесом Номос Банка, в феврале 2012 года вице-президентом. Давайте начнем с того, буквально два слова, значит, какую сегодня долю малый бизнес занимает у вас в банке, да, и почему вы решили им активно заниматься и это дело продвигать? Ну, я бы, наверное, хотел уточнить то, что в нашем банке мое подразделение занимается развитием отношений целевой группы малый бизнес, да, мы не осуществляемся там. У нас нет задачи только заниматься продажами продуктов одних, мы обслуживаем по целевой группе данную аудиторию, и поэтому мы предлагаем комплексный подход. А вот что это значит по целевой группе и комплексный подход? Ну, есть старая модель обслуживания, когда приходит клиент, и в зависимости от того, какой продукт нужен, в отдельном продуктовом подразделении он получает этот продукт. А, продуктовая специализация. Да, у нас есть клиентский менеджер, который имеет отношение с клиентом, и в зависимости от потребности клиента, или опережая потребности клиента, может предлагать продукты. У вас подразделение, которое только на малом бизнесе сконцентрировано, правильно? Это подразделение, специализированное подразделение, в зависимости от точки продаж, оно имеет разные величины, допустим, отдел состоящий из пяти сотрудников, из семи сотрудников, из десяти сотрудников, это в зависимости от величины города и потенциала рынка. И вот эти сотрудники занимаются только... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сейчас мы зафиксируем здесь. То есть, смотрите, есть две модели. Одна модель в крупном корпорате, вот там как раз модель клиентская. Есть клиент, куча народу его обслуживает, и все возможные услуги, продукты ему набирает, предлагает и продает там. Есть модель массовая, то есть продвигаем кредиты, и массовая, так сказать, для розницы кредиты. Вот я так понимаю, что вы в малый бизнес принесли корпоративную модель. То есть, у вас есть малый бизнес, который к вам попадает, и вы полностью, комплексно закрываете его потребности. Но эта модель вообще, она достаточно эффективная, и давно и в Америке, и в Европе используется, и наши банки, кто действительно хочет выживать в конкуренции, они вынуждены просто строить свои фронты в соответствии с этим. Ну, разные точки зрения бывают. Ну, естественно, вопрос в том, что в корпоративе, более универсальное обслуживание, более универсальный пакет, вернее, не пакет, вернее, все услуги, которые клиенту нужны, его пытаются удовлетворить. Мы предъявляем продукты, которые рентабельны для банка. Их там может быть небольшой набор. А это какие, например? 7-5. Это кредиты, это расчетно-кассовое обслуживание, удаленное расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные. То есть, по сути, то же самое. Ну, там нету внешнеэкономической деятельности, там нету специальных продуктов, которые уже там в зависимости от сектора, допустим, металлургического или там промышленного. Смотрите как, вы должны делать это все с минимальными затратами. Если в крупном корпоративном клиенте, который приносит вам там миллионы, миллиарды, вы можете себе позволить индивидуальную подгонку продуктов под него, индивидуальное обслуживание. В малом бизнесе вы такого себе позволить не можете. Есть стандартный продукт, и этот стандартный продукт предлагается клиенту. А у вас есть какая-то вариация в зависимости от региона? У нас вариации в зависимости от региона никакой нет. Цена образования тоже единая. У нас есть спрос на кредиты. Чем меньше город, тем больше спрос на более-меншую сумму. Потому что цена вхождения на рынок, она разная. Допустим, Москва и Каминск-Куральский. То есть, по большому счету, главный локомотивный продукт в малом бизнесе – это все равно кредиты. Вы привлекаете их на РКО, но, видя движение денежных средств и бизнеса своего клиента, все равно в конечном счете ждете момента, когда ему продать кредит. А ты уверен, что привлекают на РКО? К вам изначально все приходят с кредитами, с вопросами по РКО. Надо просто понимать, вот смотрите, весь пирог клиентов малого бизнеса – это примерно 4,5 миллиона субъектов в России. Это предприниматели, юридические лица, которые по федеральному закону относятся к малому бизнесу. То есть, оборот меньше 400 миллионов рублей в год. Да, совершенно верно. Ну, теоретически, они все на 95% должны расчетные счета иметь, для того, чтобы платить налоги. Из этих 100%, значит, примерно 50% финансируется за счет заемных средств. Потому что остальные 50% либо не развиваются, значит, либо финансируются за счет чистой прибыли своей. Ну, то есть, накапливают, покупают. А вот оставшиеся 50% они финансируются за счет внешних источников. Это могут быть, упрощенно говоря, заемные средства, либо товарный кредит, либо займы от банков, либо там… Ну, понятно, как во всем мире. …заимы акционеров. Да, нормальный развитие экономики. Так. Вот остался пирог 50%. Из этого 50%, примерно 20% – это то, кто может теоретически получить кредит. Из них ровно половина вообще не понимает, что в банке можно кредит попросить. А остальные не могут получить кредит, потому что черный бизнес у них? Или что? Наличные? Тогда МРКО не нужно, если у них черный бизнес. Потому что оставшиеся 10%, которые потенциально вообще могут кредитоваться, они имеют примерно на 70% удовлетворенный спрос. Почему? Эта проблема в двух сторонах, она зависит как от банков, от самих, потому что не все банки, которые предлагают продукты для клиентов малого бизнеса, которые клиент может взять, и с другой стороны, клиенты сами не всегда понимают, что банк – это финансовый партнер, которому можно получить деньги, и это лучше сделать эффективнее, чем занимать средства у знакомых. Вот давайте тогда с этого момента начнем уже подробно разбирать два направления. Первое направление – как найти и привлечь клиента из малого бизнеса. Потому что я так еще раз повторю свой тезис, пару-тройку лет назад на этого клиента открыта охота, в хорошем смысле этого слова. Банки его увидели. – Мы видели до кризиса все-таки, сроки изменило. – Ну, они видели, но после… – Ну, да, были, видимо, более лакомые куски. Лакомые куски закончились, так сказать, на одной стороне госбанки, на другой стороне розницы. – То есть, хочется сказать, что государственные банки и государственные заказы уже поделены. – Да. И все ломанулись к малому бизнесу. Его увидели как клиента. Супер. Все. Теперь вопрос. Раз за него все бьются, как его привлечь? Как его привлечь именно к вам? Там, да, вот вы себе как его выделяете? И в дальнейшем, когда его привлекли… В принципе, вы говорите абсолютно правильные вещи, да? Каждый малый бизнес – это человек, у которого есть точно так же, там, квартира, там, ему надо купить новую, он бизнесмен, у него дети. – Да, у него не всегда есть квартира еще. – А может, кстати, и нету, да? – Да, потому что еще, я думаю, что ипотека тоже – А вы видите, что у него три магазина, и вытаскать ему и так, и эдак. Так вот, как его привлечь, и как повысить его маржинальность, сделать ему кросс-селлинг, капселлинг? – Нет, первый вопрос. В чем ваши конкурентные преимущества перед другими банками? – Ну, это как привлечь. – Да, как привлечь. И второй вопрос, соответственно, какие еще дополнительные опции вы можете продать потенциальному клиенту? – Давайте начнем с того, как вы себя позиционируете перед малым бизнесом, и как вы его собираетесь или привлекаете, или собираетесь привлекать. – Ну, вот как раз и возвращаемся к моим первым словам. То, что в идеологии нашей лежит развитие отношений с клиентами малого бизнеса – долгосрочное построение, долгосрочного сотрудничества. Мы не предлагаем кредит, а мы предлагаем сотрудничать. – А в чем это выражается? – Это выражается в комплексе обслуживания клиента. Мы предлагаем комплекс обслуживания. – А вы в рекламе что пишете? «Но мы сдаем деньги малому бизнесу» или что пишете? – Сотрудничать с малым бизнесом, судя по всему. – По-разному везде. Это зависит от того, что преследует рекламная компания. – Что у вас преследует рекламная компания? Мы же про вас говорим. Прежде всего, увеличение продаж, естественно. Продаж чего? Каких продуктов? Ну, я думаю, чаще всего это, конечно, локомотив, это кредиты. Все-таки кредиты. Потому что, да. Можно выходить? Ну, я могу сказать, что, допустим, стратегия на этот год, она предусматривает, что первую половину года мы как раз с РКО, мы бесплатные счета открываем, потому что мы считаем, что клиенты сейчас немножко замерли в ожидании рынка, то есть рынок либо развернется, либо все-таки потребительский спрос будет усиливаться, и тогда наши предприниматели будут товар покупать и, соответственно, идти за кредитами к нам. И поэтому мы хотим первую половину года все-таки активнее заниматься открытием счетов и, соответственно, привлечением пассивов для банка. И вторую половину года, я думаю, если в Европе ничего не взорвется, то мы будем активно кредиты продавать. Это не значит, что мы сейчас не кредитуем, у нас есть планы по кредитованию, но они именно распределены, планы эти так, что мы более агрессивны будем вторую половину года по кредитам. Ну, кстати, это вот хороший вопрос. А как вот вы видите, почему так будет? Что изменится в экономике мировой, российской? То есть если до конца июня не взорвется ничего в Европе, то будет резкий спрос? Ну, я макроэкономикой не занимаюсь. Ну, есть аналитики, которые вам что-то подсказывают, что, наверное, будет вот так. То есть когда вы стратегию вырабатывали, вы исходили из... Я стратегию не вырабатываю. Вы как банк. Вы сейчас представитель банка, вы отвечаете за весь банк. Мне спустили планы, которые я должен выполнить. Значит, у меня есть на 5 лет понимание, какую долю мы должны занимать, для того, чтобы оно было видно. Это 3-5 процентов, иначе... Это не мало. Это российское. А сейчас как у вас? 1 процент. Это, слушайте, вы колоссально себе... Слушай, если сейчас 1, то 3-5, это подъемно. Это огромный рост вы закладываете. Продажа своих основных продуктов. И мы распределили, что кредиты в соответствии с ситуацией экономической, наверное, будет менее рискованно продавать во второй половине года агрессивно, а в первой половине года... То есть если кто-то умрет, то умрет в первой половине года, а во второй же менее рискованно или как? Кто выживет, тот будет дальше развиваться. Ну, смотрите... Это же все от инфляции зависит, и от наших клиентов. Потому что малый бизнес – это вторичный в экономике. Объяснить, как вам? Ну, это можно образно представить так. Крупный бизнес – это как кость, которая варится в экономике. Если есть нормальная температура, то возникает бульон. Вот бульон – это малый бизнес. Если температура низкая, то бульона не будет. Понимаете? Вроде и кости есть, и вода есть. Если костей нету, то тоже бульона не будет. Поэтому вроде у нас кости есть. Хорошая аналогия, иллюстрация. В зависимости от того, как ситуация будет на рынке развиваться, какая будет инфляция. Если будет инфляция, то, естественно, будет подстегивать всех физических лиц идти в магазин, тратить деньги, брать кредиты. И это будет подстегивать экономику. Соответственно, в банках будут приходить клиенты брать кредиты как на розницу. Точно так же и клиенты малого бизнеса по приобретению товара. Поэтому мы... На второе полугодие в тратеге краткосрочные кредиты заложены или долгосрочные? Ну, на самом деле, рынок кредитов в малом бизнесе сложился так, что эти кредиты в основном даются на развитие бизнеса. Это все шло от истории развития, от Европейской банки реконструкции развития. И эти кредиты, как правило, они выдаются сроком на 3-5 лет. За это время клиенты... Это довольно приличный срок. Это долгосрочный, это долгий срок, конечно. По нынешней временам. 3-5 лет. Спрос на продукты краткосрочные, типа видравтов или возобновление кредитной линии, с годовыми траншами, он есть. Он составляет 10-15%. Ребят, я не хочу уходить в макроэкономику. Я не про кредиты хотела. Я не про макроэкономику. Вернемся, смотрите. Сейчас про кредиты на 3-5 лет мне просто интересно. Это став... Они в рублевую у вас идут? Естественно. Спрос в основном рублевый. Мы предлагаем им в валюте, но это очень экзотично после всех кризисов валютных. Во-первых, сами... Смотрите, подожди, подожди. Это вопросы, которые все равно для всех банков будут одинаковыми. Вот как будет развиваться страна и малый бизнес, все банки будут ровно с этим работать. А вот если Номосбанк заявляет, что он хочет повысить свою долю на рынке с 1% до 3-5%, утроить, упетерить, то возникает вопрос. Как? Вы упомянули слово агрессивно будем продвигать кредиты. Вы сделаете низкие ставки, за счет чего там. Я хотела спросить про ставки, что если кредит на 5 лет в рублях, то мне было интересно, под какую ставку. Может быть, в этом-то есть как раз какое-то преимущество. Сейчас мы остановимся. Стоп, стоп, стоп. Сейчас мы остановимся. Прервемся на рекламную паузу. А потом очень подробно тогда вас расспросим, каким образом вы будете достигать 3-5% выходить на этих людей, продвигать и прочее. Вопрос, какой будет кредит на 5 лет, какая ставка, это то же самое спросить, сколько стоит компьютер. Зайти в магазин и сказать, сколько стоит компьютер. Это то же самое. Дорогие друзья, посмотрите рекламу, мы сейчас вернемся. Партнеры программы. Компания «ФБ Консалт». Внедрение полнофункциональных элитных CRM-решений. Компания «Инженико». Лидирующая компания на рынке платежных решений. Компания «Киинфосистемс». Банковское оборудование под ключ. Информационный партнер программы «Журнал про долги». Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Бизнес и банки». С вами в студии Василий Богданов и Наталья Борщевская. Привет. У нас в гостях Олег Юшков, вице-президент Номосбанка. Привет, Олег, еще раз. И мы говорим про взаимодействие банка с малым бизнесом. В первой части мы поговорили о неких достаточно общих вещах. Куда движется экономика, какие процентные ставки и какие цели. И Олег заявил очень амбициозную задачу за поднять свою долю с 1% до 3-5%. И как раз самое интересное, как это сделать. Это очень серьезная задача. Наташа говорит, что она достижимая. Мне кажется, за 5 лет поднять долю до 3% возможно. Но и другие банки тоже не будут ждать. Они тоже будут биться за этого же самого клиента. Поэтому мы перешли к самому интересному вопросу. Как? Как бы вы сказали, какие основные факторы, которые влияют на взаимоотношения банка с малым бизнесом, привлекают его и позволяют эту долю увеличить? Группа Номосбанка занимает 8-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы группы по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 662,1 млрд рублей, собственный капитал 75,7 млрд рублей. Предоставляет широкий спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц. Является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка «Приватбанкинг». Надежность банка подтверждается рейтингами международных агентств. Я, может быть, начал бы свой разговор с некого экскурса в историю взаимодействия и развития программ по обслуживанию клиентов малого бизнеса в Номосбанке. В 2006 году банк принял решение обслуживать специализированно в своем кредитном подразделении клиентов малого бизнеса, клиентов среднего бизнеса. Граница была проведена на 300 млн. и клиенты с годовой выручкой менее 300 млн. стали называться малым бизнесом и стали обслуживаться в выделенном подразделении. В течение двух лет банк посмотрел, что происходит с этим сегментом и увидел, что этот сегмент растет не такими темпами, как рынок. И риск в нем выше, чем в корпоративном секторе. Тогда банк вынужден был пригласить команду специалистов, которые могли поставить специализированное обслуживание клиентов малого бизнеса. Так я появился в Номосбанке. В основе успеха мы начинали работать с 2009 года. Если взять портфель клиентов малого бизнеса, тогда составлял 6 млрд. То сейчас портфель только по одному Номосу, не группе, а по Номосу составляет 18 млрд. Таким образом, каждый год мы примерно на 60-70% увеличиваем свои балансовые показатели. Ну и с прибылью, соответственно, тоже. Это быстрее рынка или в соответствии? Если взять 2011 год, то примерно 17% вырос рынок клиентов малого бизнеса. Мы выросли на 70% в 2011 году. А что вы для этого делали особенного? С чем вы отличаетесь от других банков, отличались в 2011 году, по крайней мере? Я думаю, если говорить вообще об этом рынке, можно сказать, что обслуживанием клиентов малого бизнеса, начиная от модных заявлений, которые есть у большего числа банков, активно занимается примерно 30 банков. То есть не так много, да? Из них, я думаю, точно половина занимается с убытком для себя. Это почему? А зачем? Ну, эти убытки исторически сложились из-за того, что неэффективная операционная модель, из-за того, что зашли в рынок, из-за того, что рынок заставил их зайти в этот сегмент, потому что наша банковская... Они испугались, что надо долю захватывать сейчас, иначе она уйдет там, да? Я думаю, они испугались того, что их вытесняют с более крупных клиентов. И надо себе делать постармы в малом бизнесе. Да, естественно, они, собственно говоря, государственные банки загнали более мелкие банки на это поле. Потому что на средний бизнес и на малый бизнес ничего не осталось сделать. Хорошо, возвращаясь конкретно к вашему росту и к вашему будущему планируемому росту. То есть, смотрите, давайте так по-честному, да? Когда, вот вы говорите, там было все не очень здорово, как правило, первые успехи достигаются за счет элементарных, ну, важных, очень профессиональных, но тем не менее элементарных вещей. Просто наладить качественное управление, снизить издержки, выстроить бизнес-процессы. И уже это от эффекта низкой базы, ну, то есть, от малых результатов дает хороший прирост. А вот дальше, когда ресурсы улучшения управления исчерпаны, дальше возникает вопрос. Теперь надо выйти, ну, то есть, грубо говоря, у вас там был... То есть, должны были какие-то фишки, какие-то конкурентные преимущества. Из них там вы разобрали с ними, посмотрели, кого-то перевели в малый бизнес, там, повысили рентабельность, повысили маржинальность, все, супер. Дальше вы исчерпали эту возможность оптимизации управления. Что делать дальше? Вот какие надо сделать предложения? На что реагирует малый бизнес? На низкие процентные ставки вы упомянули в первой части про агрессивное кредитование. И бесплатное РКО, да? Бесплатное РКО, да, что тоже немаловажно, да. Коллеги, это все называется операционная модель обслуживания клиентов малого бизнеса. Она из многих факторов состоит, да. И говорить о том, что потенциал вхождения на рынок, он исчерпан уже из-за того, что высокая конкуренция, это, ну, обманывать себя. Мы об этом не говорили. Мы говорим, какие у вас конкурентные преимущества, то есть, какие-то продукты может быть особенные. Это операционная модель обслуживания клиентов малого бизнеса. Я могу базовые объяснить вещи, которые лежат в основе. Значит, первый базовый принцип – это управление персоналом. Мы имеем специализированное отдело по обслуживанию клиентов малого бизнеса в каждой точке продаж. Это, как я вам говорил, форматы от 5 до 10 человек. Мы набираем этот персонал. Соглашусь, потому что, когда, смотри, значит, если приходит в банк представитель малого бизнеса и понимает, что менеджер говорит с ним на одном языке, понимает его нужды или хотя бы сочувствует, у него есть хотя бы какой-то более-менее постоянный менеджер, это уже большой плюс. Он понимает вообще, чем клиент это занимается. Да, это важно. Клиент сразу это чувствует, сразу, мгновенно. Согласен. Второй важный, важная опора, которая есть, это ключевые менеджеры, которые у нас есть. Допустим, если взять меня, я 15 лет нахожусь в этом бизнесе, до этого в ЕБР работал, был оригинальным координатором. Потом работал в ВТБ-24 и построили второй родничный. Ну, это пока мы говорим о персонале. То есть, высоко компетентный персонал, понимающий нужды малого бизнеса. Ключевые менеджеры, команда, которая интегрирует. Согласен. Целевые сегменты, как я вам сказал, что если наш клиент малого бизнеса определен, выручка до 300 миллионов, мы делаем каждые полгода профилирование клиентов и определяем его основные потребности. И в зависимости от его потребностей мы можем спрофилировать и кредит, и его ценовые условия, и дополнительные предложения, которые мы можем предлагать. Ну, вот ваш профиль, вашего клиента. Вот у нас недавно был в гостях товарищ из МСП-банка, в другой передаче. Они говорят, что мы, в отличие от многих, они говорят так, все основные банки кредитуют родичную торговлю. Вот малый бизнес на 80% это родичная торговля. И там все прозрачно и понятно, там легко посчитать риски, и все очевидно. А мы, например, взяли такой мало кому доступный и понятный сегмент, как кредитование инновационного развития. Другой вопрос, получается, не получается, другая история. Вот ваш профиль, вашего клиента. Вы не солейте, я тебе плохо разговариваю. Нет, ну, неважно. И про ним там, да. Ну, я думаю, это же МСП нельзя сравнить, это банк развития. Мы не сравниваем. Я спрошу, а у вас, вот они рассказали про свой профиль. Вот наш профиль такой. У вас какой профиль? Вы кого кредитуете? Кого вы предпочитаете из клиентов к себе? Мы кредитуем всех клиентов малобизнеса, независимо от сферы их деятельности. Почему? Я объясню, там 80% торговля. Потому что наша страна, она находится в таком этапе экономического развития. Мы бы с радостью кредитовали инновационные предприятия, но их даже в среднем бизнесе, единицы по всей стране. Из-за чего это так сложилось, это понятно, не надо объяснять. Ну, да, это в данном случае не тема для разговора. Что в этом плохого, я не понимаю. Розничная, оптовая торговля. Нет. Нет, ничего. Это наш типичный клиент. Почему он должен прийти именно к вам? Вот что вы делаете для этого? С ними как-то там специальную рекламу, с ними встречаетесь. Объезжают ваши люди на автомобилях, каждый магазинчик дает им листов. Что вы делаете? Я пока поняла только про менеджера, что у вас хороший менеджер. Для того, чтобы с менеджерами пообщаться, нужно к вам вначале прийти. Как привести клиента? Как он должен прийти к вам? Я думаю, клиент смотрит рекламу, клиент смотрит наши активности на рынке, там, в части работы с инфраструктурами, да. И основное решение, которое принимает вообще, скажем так, клиент в действующей ситуации, он принимает решение, спросив своих знакомых. То есть сарафана радио. А вот это три разных истории. Давайте здесь поговорим. Смотрите, первая история – это реклама. Значит, вот здесь, как работает реклама, все понятно. Я еду на автомобиле, вижу щит, или смотрю по телевизору, или открываю журнал, и там написано, даем кредиты малому бизнесу под, например, 18%, а другой 19%, а третий 20%. И совершенно очевидно, туда идешь две дешевле. Это вот ежу понятно. Другой вопрос, дадут ли тебе кредит, не дадут. Сихонечка, но тебе не дадут. За 18% ты пойдешь туда, где за 19%. Но ты вначале не пойдешь туда, где 20%, чтобы... Вначале пойдешь туда, где за 18%. Это понятно. Вторая история, вы сразу сложили – активности. Активность – это другая история. Мы все знаем, что да, все банки, которые стремятся обслуживать малый и средний бизнес, пытаются выйти на этих людей напрямую, ну, в более-менее массовом скоплении. Ну, нам просто, опять же, кто-то говорил, кто-то там лекции, семинары, конференции бесплатно в регионах. А третья история – это сказал товарищ. Вот как вы считаете, какие из этих трех... Я сказал, что... Нет, я сказал товарищ, мыслить с Рафана Радио. То есть, как бы соседний магазинчик сказал, что вот в этот банк дают хорошие кредиты, например. Вот как это все сочетать? Вот работают все эти три инструмента. А у вас какое-то процентное соотношение есть? Окончательное решение работать с банком клиент малого бизнеса зачастую принимает на основании того, что ему рекомендовали знакомые. То есть, ключевой – это третий именно момент? То есть, все-таки считаете, что ключевой – третий момент, да? Ну, смотрите, клиенты малого бизнеса, они же, ну, на какую-то часть серенькие, да? И открывать информацию, рисковать на свою информацию, какое у них финансовое состояние реальное, да, они могут только проверенному партнеру. А есть такие риски, что банки же выступают агентами рейдерских компаний, да, что ли? Или в чем тут здесь опасность? Ну, знаете, ну, слушайте, значит, могут быть рейдерские, могут быть и налоговые инспекции. Значит, у каждого банка своя специализация, наверное. Вот здесь стоимость бренда, ну, допустим, как Номосбанк, который там является и котируется там на Лондонской бирже, да, наверное, у него нет желания отжать магазин. Номосбанк своих клиентов выдает, да? А вот какой-то оригинальный банк маленький, ну, такие истории, они зачастую бывают. Ну, вот мы как федеральный банк, который, ну, занимается действительно оказанием финансовых услуг. То есть, у вас этих рисков нет? Эти риски в нас клиенты не видят. Не видят. А считаете, что вот уже процентная ставка не такую важную роль играет, да? Все зависит от клиента. Вот сказать, что клиент, он, как вы сказали, типовой портрет клиента до 300 миллионов существует, его не существует. Потому что даже в этой выручке мы делим на три основных типажа, скажем так. Вот если микроклиент, которому нужно получить кредит до 3 миллионов, для него важна скорость получения и вообще то, что ему дадут. У него нет залогной базы, истории, да? Он на 80% там первый раз обращается вообще в банк. Для него важна скорость, получить свой банкира, создать кредитную историю, да? И поэтому там цена... Здесь, конечно, персоналы продуктовые, умение сделать продукт, да. И цена, которая проецируется на его сумму, переводя в абсолютное выражение, будет различаться в 1000 рублей, в 2000 рублей, в абсолютном выражении, в процентах. Поэтому цена здесь не важна. Здесь важно более четкий продукт, в нем нет отклонения от параметров, там поток, потому что таких клиентов... Я еще, наверное, добавлю, здесь важно, особенно для маленького клиента, который первый раз обращается к банку за кредитом, ну, как бы некая уверенность или надежда на то, что если вдруг у него бизнес пойдет не так, как, так сказать, планировалось, да, и будут трудности там с выплатой, то банк с человеческим лицом там пойдет на какую-то реструктуризацию или как-то еще что-то такое, или он заберет у него... Что? Ты слышал, сейчас много историй, чтобы банк шел, был с человеческим лицом, не взыскивал через суд потом... На самом деле, слышал много историй, объясню почему, потому что банкиры говорят одну очень правильную вещь, они говорят, ребят, нам ваш залог нафиг не нужен, нам нужно, чтобы вы деньги вернули, если банк умеет... Ну, если кредиты, там вообще залога нет, поэтому вы правильно говорите. Там нет залога, ну, тем более. Поэтому, поэтому, где там человеческое лицо можно проявить? Ну, а путь какой в суд? Тогда это не путь, путь как раз договариваться? Вот. А сколько у вас таких вот, то есть вы в основном договариваетесь, вы в суд не идете по микрокредитам? Зачастую, зачастую в корне всей просрочки вообще лежит то, что клиент забыл заплатить банку. Потом возникает случай, что клиент не может платить, но хочет платить, да, это вот какой-то... И тогда банк ему идет на встречу и пытается как-то... Тогда банк пытается как-то перевернуть. Тогда банк не добрый, банк умный, и это хорошо. Банк не хочет делать движения, которые приведут к убыточности операции. Вот и все. Дорогие друзья, все, к сожалению, мне сказали уже в ухо, что время нашей программы подходит к концу. Я так хотела послушать про две другие категории. Наверное. Мы вот еще поговорим с Олегом, может быть, Олег к нам придет в какую-нибудь другую, в следующую передачу мы продолжим эту историю. А сейчас пришло время пожелать что-нибудь нашим телезрителям, прошу. Я хочу пожелать клиентам малого бизнеса, чтобы они нашли свой банк, в котором будет удобно обслуживаться. И они видели в банк не только финансовую организацию, но еще партнера долгосрочного. Всего хорошего. Спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях был Олег Юшков, вице-президент на Мосбанка, и Василий Богданов и Наталья Борщевская. До свидания. Удачи. Удачи.